Релиз подготовлен. Специально для сайта. Релизер АЭМ. Да-да! Что нам продают под видом молока? Как будто бы с бумагой. И почему детям пить его опасно? Сыночек, который выпил, через 20 минут ему стало очень плохо. Что нашли эксперты в молочных реках? Плесневые грибы, кишечная палочка. И вся изнанка производства. Оно делается из порошка. Порошок берется от коров. Которых пичкают с возможными гормонами, антибиотиками. Почему кошки отказались от молока? И молочные секреты звезд. Там все равно заключен определенный процент длиной и крови. Молоко равняется здоровье, внушают нам с детства. Жизнь любого человека начинается с молока матери. Иногда этим молоком она и заканчивается. Как молоко становится ядом? Где жизненно важный и полезный продукт превращают в опасное пойло? Наша программа решила проследить весь путь молока от коровьего вымени до прилавка магазина. Совхоз имени Ленина. Вот оно, настоящее молоко из-под коровы. Мы сейчас продаем тонну молока. Остальные 6-7 тонн задаем на завод. Потом уже что с ним делает переработчик, мы точно не знаем. Каждая корова в совхозе, как топ-модель, сидит на диете. Чтобы молоко было одинаковым и одинаково полезным. Коровы болеют достаточно часто и тяжело. Зараза распространяется по коровнику моментально, как ветрянка в детском саду. Но кому выгодно терять молоко из-за больных животных? Если мы видим, что животное больное, мы обязательно применяем антибиотики. Но животное, которым мы колем антибиотики, не используется в производстве. Оно утилизируется здесь у нас на месте. Так это или нет, мы проверим вместе с главным технологом молочного производства Ольгой Савченко. Отправляемся в обычный продуктовый магазин, чтобы купить молоко и проверить его на наличие антибиотиков. Человек простой не почувствует наличие антибиотиков. Есть оно или нет, на вкус это не определишь. Ну, если молоко, которое высушивают, сухое, и опять разбавляют, в принципе, антибиотик всё равно остаётся. И опять же, это молоко антибиочно идёт в производство, на продажу. Антибиотики в напитке появляются не только на заводе. Они могут содержаться в коровьем молоке. Отчего и как лечили эту корову, мы не узнаем никогда. Мы не можем определить, если у нас молоко от больных коров. Ветеринарные справки можно также и подделать. Мы на заводах не можем определить, действительно, это настоящая справка. Если жидкость в пробирке останется фиолетовой, то антибиотик в молоке есть. Этот образец у нас содержит антибиотик, явный антибиотик, то есть в очень большом количестве. Это молоко нежелательно пить. Телеведущая Ольга Шелест три года назад отказалась от продуктов животного происхождения. Считает, что только так можно сохранить здоровье. Молоко – это невесёлые бурёнки на склонах альпийских горок, которых приходит весёлая молочница и выдаивает. Это коровы, которые стоят в стойле, которые, по сути, в очень тесных условиях, к которым пичкаются возможными гормонами, антибиотиками, чтобы молоко было жирнее, чтобы они давали его быстрее, чтобы оно было больше. Доктор медицинских наук Анатолий Скальный пьёт козье молоко от собственных коз. И другим рекомендует поступать так же. Ведь покупая магазинное молоко, вы приобретаете даже не кота в мешке, а раствор антибиотика в молочной жидкости. Часто возникают дисбактериозы. Дисбактериозы кишечника ведут к нарушению усвоения питательных вещей. Многие антибиотики являются веществами, которые извращают действие многих лекарственных препаратов. В следующий раз вам может понадобиться более сильные антибиотики или не поможет уже никакой. Журналист Александр Невзоров молоко и сам не пьёт, и другим не советует. Считает, что опасно. Невзоров уверен, что польза молока – это миф, придуманный молочными королями. А на самом деле оно содержит антибиотики, кровь и гной коров. Сами молокоделы, они же такие, несмотря на весь, на всё их прохиндейство, они же, в общем, достаточно откровенны и между собой они это честно обсуждают. Сама технология выдайки молока приводит к сперва микроскопическому растрескиванию сосков, потом трещины становятся значительно крупнее, и потом возникает естественное инфицирование. Люди, которые покупают и с умным видом читают там упаковки, сколько там консервантов, сколько там всего, они понимают, что там всё равно заключён определённый процент гноя и крови. Молоко вызывает рак, считает Александр Глебович. А люди, которые его пьют, наплевательски относятся к своему здоровью. Они вполне могут получить вот такое вот симпатичное изменение рельефа слизистой оболочки желудка. Это типично не только для гастрита, примерно то же самое, только чуть поглажу будет при энтероколите. Либо вот так вот выглядит рак желудка, о чём тоже надо помнить. И помнить, что молоко, какое бы оно ни было, это всё равно продукт поразительно рискованный. В молоке одного из подмосковных колхозов можно найти масляную краску. Цех по её производству находится непосредственно в коровнике. Наши корреспонденты побывали на странном молококрасочном предприятии и выяснили, куда идёт отравленное молоко. Детское питание делают. Вот отравлено молоко, детское питание делают. Ну, как вы сами понимаете, что говорите. То есть вот от этих коров получается? От этих коров, да. Показать документы на качество молока управляющий отказался, пообещал вызвать милицию и сообщил охране, чтобы заблокировали все выходы и не выпускали нашу съёмочную группу с территории сельхоза. Выходите в помещение. Ну что, вы меня будете выгонять? Я буду выгонять. Не положено, если в помещении находиться. А положено то, что у вас лакокраска есть завод? Не положено помещение находиться. На заводы всё, на молочное ваше молоко идёт, вы людей травите. Для наглядности мы заранее запаслись химической продукцией соседнего цеха. Вот, пожалуйста. Где лак? Что это у нас? Урунтовка для внутренних работ. Давайте посмотрим, что там. Состав. Латекс, консервант. Хотите сказать, это не химия? Нормально молоко? Что из такого? Вот из с вами этих коров. Дай, дай. Попейте. Раз не нравится никому. Смотрите, какой вкус вкус. Хорошо, если... Усы, усы вытери. Оказалось, всё просто. По-честному, на молоке много не заработаешь. Вот и сдали соседние помещения под химикаты. А много ли таких колхозов ещё в стране? Наш корреспондент под видом студента сельскохозяйственной академии проследил путь молока от фермы до молокозавода. Всё, мы здесь проверили. Молоко хорошее, соответствует плотность, хорошая. После проверки на ферме продукт заливают в молоковоз. Машины предоставляет завод-переработчик. Вот водитель ставит пломбу на люке. Это гарантия того, что молоко частично не сольют по дороге, что туда не попадёт грязь или инфекция. Вместе с ветеринаром фермы мы будем присутствовать на приёмке молока на предприятии. А по дороге на завод выясняем секреты производства. Что антибиотики часто бывают во всяком молоке? Ну, а я же молоко привозил по врагу. Сказать, по врагу. Поэтому и ел. Старайтесь его отдать. Мы идём в лабораторию. Если в молоке найдут антибиотик или иные запрещённые вещества, всю партию отправят обратно на ферму. Но, к нашему удивлению, качество молока на заводе даже не стали проверять. А как его перерабатывают? Ну, его стерилизуют, пастеризуют, потом развивают в упаковке. А его не разбавляют? Ну, конечно, разбавляют технологии. Проникнуть на российский молокозавод оказалось не проще, чем на военный объект. Засекречено даже место уборщицы. Чтобы понять, из чего и как делают молоко, мы решили купить небольшой заводик в Подмосковье. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. Игорь Юрьевич, я по поводу продажи молочного завода вас беспокою. Скажите, пожалуйста, вот это производство, сейчас оно полностью функционирует, да? Да. А подъехать посмотреть можно его? Да, хорошо. И вас здесь встретимся. Без всяких проблем мы прошли на территорию завода. Директор не встретил. Когда я попал на этот завод, то чуть не задохнулся от запаха. Выданные нам перед входом белые халаты были белыми лишь условно. Дополнением к всему этому кошмару были обшарпанные стены и текущие трубы. Показать завод вызвался главный инженер. Мужчина сразу дал понять. Он знает, как сделать производство суперприбыльным. Когда купите, я вам всё расскажу, откуда можно делать деньги, и не только с молочной продукцией. Как зам, мне нужны люди, чтобы нас купили, потому что идей много. Можно такие баки зарабатывать. Главный инженер сразу объяснил, о настоящем сыром молоке нужно забыть. В одном из помещений на полу были мешки с непонятным белым веществом. Это оказались пищевые добавки и, конечно же, сухое молоко, которое добавляется во всю продукцию завода. А вот это тут молоко, что творит или из порошка? Ну, добавляем, по-разному. На 30 тонн, хоть можно, на 60 тонн можно в день выделить. Состояние молокозавода шокирует. Ржавое оборудование, грязный пол, размазанный творог. Среди бидонов с молоком канистра с кислотой. Сотрудники признаются, за 10 лет существования завода ремонта не было ни разу. А вот это творог. Смотрите, что это творог. Да, это дистрикатор для творога. Мы здесь дистрибируем. Можно? Насыпаем. Мы все дистрибируем. Насправим. В лаборатории по приемке молока можно было провести лишь весьма общие анализы, которые ни в коем случае не гарантировали бы безопасность производимой продукции. Соседний цех. Рабочие в грязной одежде, без шапочек и перчаток. Мешки с готовым творогом перекладывают не в стерильные поддоны, а на обычный картон. Тут же вручную подписываются этикетки. Если верить дате, то этого творога еще вообще не существует. На транспортной ленте та же схема. А дата где ставить? А, то есть она сама вот эту вот... Да, там выбивает. Оказывается, подделать можно не только дату, но и вес. Технологи объясняют, они всегда не довешивают по несколько граммов для экономии. А это вот выкрутить, это вот что регулирует? Вес прибавляет. А, вес прибавляет. Да, это последнее. Но мы сейчас вот эту доделаем, больше не будет. Там 16 штук, может быть, прибавится. В лаборатории нам раскрыли еще один секрет местного молочного завода. Зачем использовать молочный жир, если можно заменить его пальмовым? Ну и что, что пальмовое масло применяется для технической смазки? Зато так гораздо дешевле для производства. Пальмовое масло получают из плодов масличной пальмы. Оно имеет красно-оранжевый цвет, внешне напоминает свиной жир. Пальмовое масло – самое дешевое из всех растительных масел. Применяется при маловарении, приготовлении стиарина в качестве технической смазки. Вообще вот эти все масла, вот эти пальмов, в частности, они вот очень часто сейчас используются, да? Ну, используются часто, да. Главное, чтобы не могли отличить, чтобы вот, ну не то, чтобы прямо откровенно, откровенно. Я понимаю, о чем вы говорите. Минимум затрат. За свое сомнительное молочное производство хозяева просили 90 миллионов рублей. В конце концов, мы сошлись на 70. Нам пообещали – деньги вернутся максимум за год. Современная дешевая химия и никакого мошенничества. Дверь входная, рядом ставила бак с молоком. Посуда никогда не мылась, что наливают. Так, не мерная кружка, не мылась, не ведро, в которое она наливала молоко. Курская область, город Железногорск. Благодаря усилиям бдительного пенсионера этот молочный киоск больше не работает. Хотя год назад молоко, купленное здесь, чуть не убило Петра Тихоновича. Однажды, как и всегда, возвращаясь с прогулки, пенсионер купил пакет молока. Но, сделав всего пару глотков, Петр Тихонович понял – с любимым напитком что-то не так. Ни вкус не тот, ни запах не тот. Ночью страшно заболел живот. Сын вызвал скорую. Врач констатировал отравление, сделал укол и прописал лечение. Утром Петр Тихонович заглянул в холодильник и ужаснулся, насколько изменилось вчерашнее парное молоко. Оно прямо пошло слоями. Розовое с белым, розовое с белым. А на дне этого пакета, на донышке, был такой осадок мутноватого цвета. Петр Тихонович поспешил в Роспотребнадзор. Но там молоко не приняли, попросили несколько тысяч за его исследование. Я говорю, что мне делать? Они, ну что же, что мы вам посоветуем? Выбросьте молоко, молодой, все. Я говорю, нет, так не бывает. Железногорский пенсионер Петр Тихонович отравился молоком и отомстил продавцам отравы. Шесть судов за полгода. Ущерб мужчина оценил в 50 тысяч рублей. Я же буду добиваться этого, так я не оставлю. И добился. Конечно, не 50, но 5 тысяч рублей. Пенсионеру все же выплатили. Китайский меланин. Это выражение уже стало устойчивым, когда речь заходит об отравлении молочными продуктами. Меламин не является пищевой добавкой. Это химическое соединение используется при производстве пластмассы. Меламин резко увеличивает содержание молочных белков в пищевых продуктах. Он не имеет вкуса и запаха. Хорошо растворяется в воде. У детей меламин может вызывать серьезную почечную недостаточность и способствует образованию камней в почках. Для маленьких детей это гораздо опаснее, потому что у них мочеиспускательные каналы очень узкие. Если каналы блокируются в результате кристаллизации меламина, это сразу приводит к почечной недостаточности. Один из заводов по производству отравленного сухого молока находился непосредственно на границе с Россией. В Хабаровске, Томске и Новосибирске регулярно проходят проверки всего молока, поступающего из Китая. Опасность исходит от частных предпринимателей, челноков, которые регулярно ввозят мелкие партии сухого молока. Чтобы узнать, из чего готовят молоко, наш корреспондент под видом представителя молочной компании отправляется на оптовую базу. Нас интересует самый дешевый продукт, который можно продать под видом настоящего молока. Сразу в глаза бросаются расфасованные пакеты белого порошка. Образцы, заготовленные специально для нас. Менеджер Марина предлагает нам несколько видов продукта. Нам предлагают и другой вариант. Чуть подороже, тоже содержание химии, только уже без запаха. Менеджер объясняет, из такого заменителя можно делать не только цельное молоко, но и добавлять в кондитерские изделия или в колбасу. Мы просим менеджера развести нам с водой несколько образцов. ГОСТ, подделку под ГОСТ и даже подделку под подделку. Чтобы выбрать, какое же молоко будет лучшим для обмана покупателя. Разведенный с водой из кулера порошок уже пахнет настоящим молоком. Не хватает только нужной жирности. Нам объясняют, молочный жир не обязателен. Можно добавить любой самый дешевый жир. Нам показывают ксерокопии документов. Мол, все законно и выдают килограммовые образцы сухого молока. Бесплатно. Пейте, не подавитесь. Себестоимость одного литра молока из порошка 7 рублей 40 копеек. А продается оно не меньше, чем за 40 рублей. Чистая прибыль 400-500 процентов. Получается, молочные короли имеют прибыль лишь немного уступающей прибыли нелегальных продавцов оружия. Заведующий кафедрой органической и пищевой химии профессор Юрий Александрович Тырсин согласился проанализировать образцы сухого молока, которые нам бесплатно дали на оптовой базе. Но сразу предупредил. Настоящего молока при разведении порошка с водой мы не получим. Восстановленное молоко уже не будет содержать полезные ферменты и витамины. Зато там появятся другие вредные компоненты. Самое неприятное это окисленные холестерин и жирные кислоты, которые являются миной замедленного действия для нашего здоровья. Именно они ускоряют старение организма и возникновение различных заболеваний вплоть до онкологических. Прямо сейчас мы узнаем, что еще добавили производители в сухое молоко, чтобы оно дольше хранилось и выглядело белым и красивым. А сейчас мы проведем эксперимент, чтобы определить наличие щелочи либо соды в данном молоке. Для этого мы добавляем фенолфтолин. Это индикатор, который покажет нам вот такую окраску. Интенсивную малиновую окраску, которая говорит о том, что в данном образце действительно производитель добавил щелочи, щелочи либо соды. Александр Ягья, экс-солист группы «Белый орел», с детства страдает от молока. Но об этом он узнал только сейчас, когда сдал анализы в клинике. Тяжело становится дышать. Иногда какая-то опухоль глазная и нос, и все это отекает. Недавно на гастролях Александра прямо перед концертом пригласили на молокозавод. Было неудобно отказать принимающей стороне. Конечно, он попробовал и сметану, и творог, и чуть не сорвал свое выступление. Уже вступление идет, песни, все, уже надо выходить. А я не могу, я понимаю, что я сейчас выйду и буду чихать. Еле-еле сдерживаю себя и чувствую, что должен запеть. Открываю рот и вот во весь голос как чихну на всю страну. И все как начали аплодировать. После гастролей Александр поспешил в клинику. Оказалось, что ему категорически противопоказаны молоко и молочные продукты. Да! Да! Этот жизнерадостный малыш чуть не стал жертвой маминой красоты. Банальный крем для рук. Вот этот на какой-то на козье молоке. Обычно совершенно куплено в магазине в ППХ. Ксения прочитала состав. Витамины, микроэлементы и протеины. А они превосходно влияют на кожу. Смазывает в течение недели, наверное. Потом высыпает сыпь красная. Диагноз врачей – аллергия. Ксения, кормящая мать. И здоровье ребенка напрямую зависит от ее собственного. Ксения даже предположить не могла, что все дело в креме. Самое страшное, что могу же передаться это ребенку. Потому что я не прекращала кормление в груди. У нас оказочная недостаточность. То есть у мамы это было, у бабушки и у меня. Это заболевание встречается не часто, только у каждой десятой женщины. Ксения не может переваривать молоко. Раз в жизни девушка решилась попробовать напиток. Эксперимент закончился печально. Был интересен вкус, что это такое, почему все пьют. Ради интереса. Я выпила стакан, у меня жутко заболел желудок. А маленький сын до трех месяцев не мог пить молоко, пока его желудок не стал вырабатывать специальный фермент. Но и сегодня этот вкус ему неприятен. Ну как? Вкусно? Да? Так где же можно купить натуральное молоко без антибиотиков, добавок и заменителей? Ясное дело, в деревне у бабушки. Такие бабушки водятся вокруг оживленных трасс вместе со своими бидонами и банками. Документы выданы мне на молоко, что проверено от ящера. Прививки там все сделаны, делаю прививки коровам. Что молоко неликозное. Настоящее домашнее молоко. Но на просьбу показать свою буренку баба Надя отвечает категорическим отказом. Мы решили взять экологически чистый продукт на пробу. Что покажет экспертиза? Певица Марина Хлебникова без молока просто жить не может. Как увидит его, удержаться не способна. Хоть стакан, да выпьет. Стоит мне зайти на рынок и увидеть там молоко, которое привезли от коровы. Меня начинает трясти, я покупаю, я его пиваю. Еще в детстве в деревне Марина научилась доить корову. За раз выпивала по пол-литра парного молока. Поэтому магазинное молоко из порошка звезда на дух не переносит. Я наливаю, мне не нравится. Это, если задавала вопрос, почему, раз мне так нравится на генетическом уровне. Знаете, оно как будто бы с бумагой. За натуральными молочными продуктами Марина ходит на рынок. Определенная хозяйка на рынке всегда, определенные хозяины. Я знаю этих людей на рынке. А кроме того, они всегда дают мне пробовать. Они наливают немножко молока, я всегда пробую. Если мне нравится, если я помню этот вкус, вкус детства, я его пью. Марина Хлебникова уверяет, она настоящий эксперт по молоку. Качественный продукт певица определяет по запаху. Марина, ну не откажетесь попробовать наше молоко? Знаете, я его могу понюхать, могу его лизнуть, но я даже вижу, потому как оно ложится на стенке стакана, я вижу, что это не деревенское молоко. И по запаху не деревенское. Отказывайтесь. Да, не могу. Звезда знает, с завода выходит продукт белого цвета. Но молоком там даже и не пахнет. Молоко, как мистер, пахнет не молоком, а коровой. Коровой. Немножко пота. Угу. Конечно. Она не пахнет вот этой пылью. Казалось бы, покупайте молоко из-под коровы и будете здоровы. Но вот директор Союза предприятий молочной отрасли Владимир Лабинов считает, у парного молока целый букет разных болезней. Купать сырое молоко на рынках я бы категорически никогда никому не советовал. Это всегда риск. И вот мы приносим молоко от Бабы Нади на экспертизу в НИИ молочной промышленности. Посмотрим, есть ли в нем зараза. Ответ эксперта Елены Юровой нас удивил. Молочко-то поддельное. Ну, вот честно говоря, не пахнет вообще молоком. Непонятно почему. Я, честно говоря, не буду его пробовать. Если это молоко цельное от коровы, то должен быть, во-первых, жир. Здесь мы видим с вами, что никакого жира даже на стенках нет. Мой вывод – это вообще стандартная фальсификация. Мы вернулись на трассу к Бабе Нади с результатами экспертизы. Какая проблема возникла? Молоко, которое у вас взяли, болот. Да. Почти проверили. Да. А нам сказали, что там порошок присутствует в этом молоке. У нас возник вопрос, есть ли корова? Да. Личная. Этого быть не может. Чтоб там был порошок. Ничего я не добавляю. Черед Богом клянусь, вот церковь стоит передо мной. Что я ничего туда не добавляю. Чистое моё молоко и сметану делаю, и творог делаю. Ничего туда я не добавляю. Никаких примесей. Я вообще даже не знаю, что это такое, что можно туда добавить. Так же божились предприниматели в Ульяновской области, когда выдавали запарное молоко в воду с порошком. Правда, всё было поставлено на широкую ногу. Разливали не бутылками, а цистернами. Это оперативная съёмка сотрудников милиции. Они преследуют машину с поддельным молоком. Шланг, торчащий из кузова, кушает тебя. Вот машина заезжает во двор. Там уже привычно ждут покупатели парного молока. Я же чистил площадку. Петчатки грязные я взял. Ни халата, ни фартука. А вот и вторая машина в соседнем дворе. Здесь тоже, как по часам, ждут любители свежих молочных продуктов. Кто-то даже бежит с бидонами, боясь не успеть на раздачу. Сотрудники милиции начинают проверку. Откуда молоко вы привезли? Это молоко? Да. Это с этого, с Абрамовки. С Абрамовки? Село, город Абрамовка. Что такое? Накладная, там в зену. От кого не указано накладной. 500 литров. За продавцов тут же вступаются местные жители. Они до сих пор не знают, что за отрава содержится в так называемом молоке. Слышь, мужик, блядь, он постоянно привозит сюда. Все, я просто сделаю. Дай мне вот молоко, какая-то срублядь. Прямо, блядь, снимает. Доброе дело, блядь. Вы что вообще, блядь, снимает, блядь? Мы всегда берем нормальное молоко. То есть это молоко хорошее, да? Да. Хорошее. Так или нет? Вот подъехал и сам хозяин парного молока. Мужчина продолжает утверждать, молоко прямо из-под коровы, просто охлажденное. По этому адресу якобы располагается коровник, а на самом деле обычный кустарный цех по производству молока. Вполне приличный деревенский домик. На заднем дворе стоит несколько молоковозов. В сарае находится подпольное производство. Вот в этих грязных мешках без маркировки то самое сухое молоко второго сорта. А в ржавых баках его смешивают с водой. На стене висит график сметы. Коровы здесь нет и в помине. Совместно с сотрудниками Роспотребнадзора по Ульяновской области выявлен факт хранения и реализации молочной продукции с нарушением санитарно-эпидемиологических норм. Данная молочная продукция может представлять опасность для здоровья потребителей. Уже 7 лет Елена Шаройкина обходит с инспекцией продуктовые магазины. Ведь молоко вдвойне вкуснее, если оно не заражено. Опыт Елены показывает, некачественные молочные продукты встречаются во всех магазинах. И дорогих, и дешевых. Вот как это происходит. Обычный магазин, где продают молочные продукты. Наша цель – взять молоко на анализ. Андрей, Андрей, молоко вот оно. Андрюша, вот молочко. Да. Магазин запрещен, а вот и видеосъемка. Стофель первым подойдет, пожалуйста. А вот камеру уберите. Контрольная закупка произведена. Сумка-холодильник отправляется в лабораторию. И очень скоро мы с вами узнаем результаты нашей контрольной закупки. За нарушение санитарных правил торговли сегодня предусмотрена лишь административная ответственность со штрафом от 40 до 50 тысяч рублей. А есть ли последствия тяжелые? Как уже говорилось, смерть или тяжелая болезнь. Эти 40-50 тысяч, конечно же, не спасут ни человека, ни его здоровье. Результаты экспертизы неутешительны. Во всех образцах молоко очень сильно разбавлено водой. А в одном из пакетов и вовсе коллекция всевозможных болезней и химикатов. Молоко в полиэтиленовой пленке не прошло экспертизу. По результатам микробиологического анализа было превышение по общему бакобсеменению продукта. И обнаружены были бактерии грудки кишечной палочки. Выявлен осадок, не характерный для молока. Поэтому можно предположить, что применялось сухое молоко. Главная проблема – определить, кто виноват. Если продукт просрочен, то тут разбираются с посредниками и торговыми сетями. А вот доказать, что производитель нарушил технологический процесс, практически невозможно. Во-первых, у нас нарушается закон, потому что заявлено, что это из молока сырья сделано. Плюс ко всему он не соответствует по целому ряду критериев. Эти дети молоко, будете здоровы! Омск. 13 детей оказались в реанимации после того, как поели творожки производства местного молокозавода. Продукцию из продажи срочно изъяли. Молочной кухни нету с 10-го числа месяца. С 10-го числа месяца. Да, с 10-го. И больше не будет. Ну вот мы кушали творожок и кефир вот пили. С продажи их нету, а мы лечимся до сих пор. Всё началось как обычное отравление молочными продуктами. Только в больнице стало понятно, что последствия могут быть необратимыми. С каждым днём нам становилось всё хуже и хуже. У нас началась температура высокая, а потом начались судороги по телу. А потом нам сказали, что у ребёнка отказали почки. Удивительно, но врачи вели себя так, будто бы ничего сверхъестественного не произошло. Здесь дети, которые... А эти дети, дети, что-то нормальные, да. У людей могут быть облажены. У них не отказали почки. Ну и что? Уже вот начали восстанавливаться. Не можете нам это... Нет. Валентина Чудинова не видела родного Колю долгих 9 дней. Теперь она боится даже отпустить его из рук. Пока ещё прогнозов никаких не дают. Пока вот обследуют, тогда после будут уже какие-то прогнозы. Как наши дети, что едят? Что же такого опасного можно найти в обычном сырке или творожке? Каких болезней стоит опасаться? Кишечную палочку, например, мы находили в ряде продуктов. Это были глазированные сырки, это были йогурты, это было сгущённое молоко. У взрослого человека оно может вызывать негативный эффект в работе желудочно-кишечного тракта, а у детей маленького возраста даже, в общем, смертельный исход. Прошёл год с тех пор, как в Омске 13 детей отравились продукцией молочной кухни. Состоялся суд. Он признал вину предприятия, которое поставляло на рынок отравленные молочные продукты. А Коля Чудинов до сих пор лечится. Творожок стоимостью 25 рублей обошёлся семье Чудиновых в круглую сумму за лекарства и реабилитацию. До сих пор лечимся, до сих пор мы препараты принимаем. Всё сами приобретаем за свой счёт, анализы сдаём в клиниках, всё платно. Подали иск на полтора миллиона. Ну, мы понимаем, что мы его не выиграем, но мы хотим, чтобы наши детей не отравили. То есть наши дети пострадали, пусть другие не страдают дети. Вот я когда вижу, в магазин вот захожу за солью, и я вижу, что люди покупают молоко. У меня вот всё время внутренний порыв подойти и сказать, что ты делаешь, остановись. Потом я вспоминаю, что это все делают, и как бы, ну для меня это дико. Первый российский миллионер Герман Стерлигов из тех, кто мог купить полмира, а приобрёл стадо коров, несколько коз и деревенскую избу. Православие, ручной труд и только натуральное хозяйство. Потому что о ненатуральном Герман Львович знает достаточно. Это никакие не тайны, потому что молоко, которое продаётся в магазинах, оно делается из порошка. Порошок берётся от коровы, которая зачата не быком, а бабой-ассиминатором, которой привита куча болезней всяких, проклятыми этими учёными. Которую кормят комбикормами с гормонами, чтобы она доилась круглый год. Ну и так далее, и так далее. Это отрава. Это даже собакам есть нельзя, не то что людям. Его животные, уверяет бывший миллионер, живут получше иных людей. Деревянные тёплые срубы, никакого комбикорма, никаких прививок. Достижений современной ветеринарии и зооинженерии Герман Львович не признаёт. От учёных только вред. Чем больше они придумывают, тем быстрее мы все сдохнем. Каждый день с самого раннего утра сыновья Германа Львовича доят 40 гос, по 10 на брата. Фингал, Зорька, Звёздочка, Стрелка. Герман Львович уверен, чтобы сохранить человеческий облик, нужно бежать в леса, подальше от убийственной цивилизации. Как выяснилось, у Стерлигова аллергия на всё магазинное. Привезли молоко из города. Хотим вам предложить его попробовать, чтобы вы сказали, почему оно не настоящее. Вы глумитесь надо мной. У меня, во-первых, низкий рвотный барьер, во-вторых, тут вообще, это же всё в штрих-кодах, да ещё и отрава. Это ж ужас. Это ж домой заносить нельзя. Это даже скотине давать нельзя. Казалось бы, что может быть полезнее парного молока? Казалось бы, что может быть полезнее парного молока? Актриса Екатерина Савинова всегда любила парное молоко. Снимаясь в 61-м году в Крыму в фильме «Сельский врач», она каждый день ходила на местный рынок за молоком. От него в итоге и погибла. Это она молока от бруцеллёзной коровы попила, и потому зародилась бруцеллёзом. Бруцеллёз – распространённая болезнь рогатого скота, которая может передаваться человеку через молоко. Возможные последствия – поражение нервной системы, снижение половой функции у мужчин, бесплодие у женщин. На съёмках её главного фильма «Приходите завтра» Савинова была уже больна. Она жаловалась на ежедневную температуру – больше 37 градусов, постоянные недомогания. Случались нервные приступы. Зря я сюда приехала. Зря? Врачи долго не могли поставить диагноз. Она уже заболела, ей дали роль это хорошее. А больная-то она немного и прожила, потому что разболела, что человек больной. Армен Джигарханян встречался с Савиновой в 70-м на съёмочной площадке фильма «Расплата». Оказалось, что это её последняя роль. В том же 70-м артистка погибнет от страшной болезни. Нервная работа, психические расстройства и диагноз – бруцеллёз. Она лежала в больницах по три месяца в году, и врачи не могли ей помочь. Бесстрашная артистка. Очень мало, особенно женских персонажей, актёрских, чтобы знать, что есть такая бесстрашная людь, которую ничего не боятся. Сам Армен Борисович к молоку равнодушен. Покупает его в магазине и никогда не задумывается, что ему продают в пакете или бутылке. Думать, молоко это принесли, купили, сварили, проверили. Там сойдём с ума. Все, все сойдём с ума. И будет какой-то дурдом. За молоком в магазин писательница Дарья Донцова не ходит со времён СССР. Однажды она лично наблюдала, как в магазине переклеивают этикетки. На беду я хорошо владею немецкими и французскими языками. И я отклеиваю то, что наклеено нашим производителем, перевод на немецкий или французский текст. Я его отклеиваю и вижу, что текст на баночке, он, в общем-то, совсем другой, редко соответствует русскому. Не рекомендованы для детского питания. Почему не рекомендованы для детского питания? Ну, опять же, за количество консервантов. У нас это заклеивается и пишется. Сто процентное молоко, кефир, срок годности – три дня. Приходишь через три дня, оно опять стоит, опять три дня, ещё через три дня, опять три дня. Ну, это же нехорошо. Все молочные продукты Дарья Донцова вот уже 30 лет покупает на рынке у знакомой тёти Вали. Хозяйка может быть неаккуратная. Она может просто, грубо говоря, не помыть коровы грязными руками, всё это попадёт в подойник. Об опасности парного молока Дарья знает не понаслышке. Её сын Аркадий в детстве жестоко отравился молоком. И до сих пор не ест молочные продукты. Мой сыночек дорогой выпил, наверное, литр вот эту вкусную кружечку. Через 20 минут ему стало очень плохо. Слава Богу, была рядом детская больница, город Истра. Мы туда приехали, там очень хороший врач меня отругал. После этого случая Дарья подробно описала правила хранения молочных продуктов. Так, для того, чтобы сохранить творог, надо переможить его из магазинной упаковки обязательно в стеклянную или эмалированную посуду с крышкой. После этого положите, пожалуйста, в эту посуду просто кусочек рафинада. Вот так вот, плотненько закройте и поставьте в холодильнике на среднюю полку подальше от морозильного вот этой вот стенки. Иначе он у вас просто замёрзнет. А ещё Дарья с детства помнит способ приготовления масла. Надо хорошо и долго трясти банку с молоком. И только через час на поверхности образуются сгустки натурального сливочного масла. Мы решили больше не экспериментировать на людях, и теперь будем тренироваться на кошках. Ведь кошка, как известно, единственное животное, кроме человека, разумеется, которое питается молоком во взрослом возрасте. Мурки фермера Оксаны Коротковой капризны, признают только барное молоко. Простоит продукт час, и кошки к нему не притронутся. Не говоря уже о молоке из магазина. Интересно, пьют ли молоко дикие кошки? И вот они, перед нами подопечные два тигра, две тигрицы, которых мы будем сейчас поить. Тигры и братьев Запашных молоко любят. В меню оно строго два раза в неделю. Лакают не блюдцами, а вёдрами. Молоко берём всегда только постерилизованное, потому что деревенским молоком поить опасно. Там могут быть инфекции, могут быть микробы. Есть тигр, который вообще просто на отказ, на тресток, как говорится, отказывается от молока. Даже если он будет испытывать очень сильную жажду, в принципе, он может вообще к молоку не притронуться. Предпочтения самих братьев тоже разделились. Эдгард терпеть не может молока. А вот Аскольд не представляет себе завтрака без баночки йогурта и стакана молока. Главное, чтобы продукт был нежирным. Как вы видите, морды ваших, как говорится, мокрые, белые. Но самое главное, довольные. А вот хозяйка питомника американских кошек-мейн-кунов считает, что молоко взрослым животным вредно. И пищеводительная система кошек устроена так, что взрослые животные не переваривают молока. Оно только необходимо маленьким котятам. Ольга уверила нашу съемочную группу, что ее мейн-куны даже не притронутся к молоку. Мы решили провести эксперимент. В одну миску налили молоко деревенское, а в другую из магазина. Кошки проявили интерес, но запах им явно не нравится. Нет, мейн-куны молоко пить не стали, зато при виде мяса явно воодушевились. Таким образом, молоко не нужно взрослому млекопитающему. Это просто привычка, привитая кошке человеком. Итак, если вы любите молоко и хотите быть здоровым, запомните несколько простых правил. Читайте внимательно все, что написано на упаковке мелким шрифтом. И тогда будете точно знать, чем вы можете отравиться. Попробуйте молоко сами, прежде чем дать его детям. Выбрасывайте молочные продукты сразу, если вас что-то смущает. Вид, цвет, консистенция. Лечение обойдется дороже. Храните молоко и молочные продукты в стеклянной или эмалированной посуде с крышкой. Кипятите сырое молоко не менее пяти минут. Жалуйтесь, если вы все же отравились в Роспотребнадзор на производителей и дистрибьюторов. Пишите нам на электронную почту. И не верьте, когда вам обещают молочные реки и кисельные берега. Ведь жизнь – это совсем не сказка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова